Я очень много знаю людей, живущих в Крыму, и я разделяю с ними эту радость. И мне звонили с такой нерадостью, приглашали наконец-то опять меня в гости. Накроем стол, загуляем. У людей действительно это огромный праздник. У меня очень много знакомых в Крыму, и более того, даже родня там живет, и они все с радостью голосовали за присоединение к России. Но сейчас уже плачут горькими слезами. Я слышу отголоски от друзей, которые живут в Крыму, о том, что да, где-то поднялись цены, сложно получать стол и пенсию пенсионерам, лекарства стоят дороже. Наверное, надо будет потерпеть первый сезон, а в дальнейшем в Крым пойдут инвестиции, и я думаю, что Крым будет на более высоком уровне с точки зрения туризма, с точки зрения развлекательного бизнеса. Денег там будет больше, и людям, которые там живут, будет лучше. Туда нужны бешеные вложения, бешеные вложения. Там все на грани разрушения вообще полного экономического. Я думаю, что сейчас Крым будет развиваться и развиваться большими такими шагами и темпами для того, чтобы укрепиться в составе государства российского. В восторге по поводу того, что мы победили, и мы что-то там выиграли. Я бы пока приберег бы. Надо посмотреть на последствия, что выиграли на самом деле, сколько это нам будет стоить, и не будет ли это нам стоить дороже, чем то, что приобрели. Это надо все посмотреть в ближайшее время. Россия выиграла. Выиграла потому, что она впервые наглядно после 2008 года продемонстрировала решимость решать международные вопросы, исходя из своих собственных интересов.